Но еще рисуючи в 2004-м, у меня была мечта, чтобы у меня появилась возможность приглашать людей и не просто показывать эти картины, а рассказывать о них. Потому что в них очень много нафаршировано смыслов, очень много законсервировано текстов библейских, каких-то откровений, которые ловятся по ходу. И для меня, в принципе, работа над этими картинами это как молитва, но руками. Я не знаю, насколько это понятно, может быть, но со мной это происходит вот таким образом. Я размышляю, я погружаюсь в глубину писания, в глубину переживания божественной встречи. И что-то происходит, для меня это волшебство, и всегда немножко риск, потому что когда начинаешь что-то делать спонтанно, набирать эти узоры, набирать линии, ты никогда не можешь иметь гарантии, что ты что-то в этом увидишь и лист создастся. Но, слава Богу, в большинстве случаев всё получается. Центральной работой я выбрала для сегодняшней экспозиции и на эту неделю, как флагман, вот эту. И мне бы хотелось зачитать местописание, к которому оно имеет отношение, если вы будете иметь терпение ко мне послужить. Это книга «Песни-песни» Соломона, четвёртая отбава. Он говорит «Ты запертый сад, сестра моя, невеста моя, заключённый источник, запечатлённый родник. Ты сад с гранатовыми деревьями, с превосходными плодами, с кипером, с нардом, нардом и шафраном, с благовонным тростником и корицей, с разными благовонными деревьями, с миром и алоем, всякими лучшими ароматами. Ты садовый родник, источник свежей воды, текущей сливанских гор. Она ему отвечает «Пробуди, северный ветер, приди южный, подуй на сад мой и развей аромат его. Пусть возлюбленный мой придёт в сад свой и вкусит плоды его превосходства». Но основное – сад. Сад – это невероятный, потрясающий, кочующий с Ветхого Завета в новый, из одной главы в другую, из одной книги, в следующую библейскую книгу, образ. Сад, как и демский сад, сад, о котором говорит Христос о том, что в Бог есть садовник, и деревья, которые не приносят плода, они срезаются, но деревья, которые имеют плод, они продолжают существовать и приносят плод. Сад, как прообраз нашего внутреннего человека, и наши возможности и способности, заложенные Богом, нам внутрь. Познавать себя, работать над собой, общаться с Богом. Мы прочитали гранатовые яблоки, да, мы, я их обозначаю здесь, я их обозначаю здесь. Мы говорим, мы там читаем об источнике, и я рисую вот этот источник, который также можно трактовать и как веяние ветра, который вот закручивается и проникает внутрь сада. Гранатовые яблоки, как символ плодородия, как символ божественного семени в нас, как символ того, что Бог создал человека в том числе и приносить плод. Так многие охотятся за дарами, способностями, талантами, но на самом деле существенное, что может сделать человек, это не просто то, что дал ему Бог, а то, что ты можешь сделать, принести плод, о ком-то позаботиться, кого-то полюбить, сделать какое-то доброе дело, принести какую-то пользу. Плод, плод и ещё раз плод. Собственно говоря, Рождество — это об этом, о том, что мы способны приносить плод, и мы как люди, мы как дети Божьи, с Вашего разрешения, мы способны приносить плод, и это наше призвание, и это то, зачем, собственно говоря, мы здесь, и мы в жизни друг к другу. Поэтому сегодня я говорю об этом, женский образ, потому что женщина, опять-таки, как символ плодородия, как способность родить.